Зовут меня Шапошников Станислав Валерьевич. О чем же будет наша лекция? Про теорию вероятности. Обычная лекция, когда вначале определение, потом утверждение, потом теорема, за теоремой пример, если получится, ну и так далее. А будет такой винекрет. Причем этот винекрет, он вот прямо совсем винекрет. То есть обо всем на свете, но у этого винекрета есть, так сказать, некий общий ингредиент. Этот общий ингредиент состоит, собственно, в теории вероятности, но при этом самый-самый элементарный. Ничего, кроме вот самого простого представления о том, что такое теория вероятности, не потребуется. Поэтому можно, то, что будет рассказываться, может понять практически любой человек, вот слышавший что-то про вероятность, ну или выходящий из дома и берущий с собой зонтик и спрашивающий там родителей, а будет сегодня дождь, ну и родители отвечают, ну вероятно будет, лучше возьми зонт. Вот на таком уровне почти и будет достаточно понимать, что такое теория вероятности. В чем цель лекции? Цель показать на самом деле удивительную вещь, которую я не знал долгое время, ну в силу того, что так устроено математическое образование, что вот такие вещи, они как-то то ли считаются очень банальными, то ли как-то в принципе не сообщаются неофитам, оказывается очень много задач, нужных задач, не вопрос там вот о чем-то там высоком, а нужных задач, которые либо объясняют что-то реально имеющее место в жизни, либо прямо-таки помогают исследовать там в медицине, в биологии, в социологии, в компьютерных науках и так далее, основаны на совершенно элементарной вероятности, на совершенно элементарных соображениях. А выводы при этом делаются вот просто такие вот далеко идущие и понятные в общем каждому. Вот, и я хотел продемонстрировать это, потому что это теряется обычно за списками там задач, в которых быстро переходит к сложной науке. Я хотел это продемонстрировать, что это в общем можно рассказать детям, и это очень, по моему мнению, это очень впечатляет. Начнем мы, конечно, как я уже сказал, как всякая лекция начинается в отделении, но просто потому что нам с вами надо нечто отфиксировать. Мы будем говорить какие-то вещи, и надо бы понять, что мы с вами на одном языке живем. Для нас будет достаточно следующей схемы. Ну вот на этом основу то, как мы разговариваем на тему вероятности и исключательности. Значит, есть эксперимент. Ну, эксперименты есть исходы. Значит, исходы, мы будем обозначать омега-1, омега-3. Это что угодно, стулья, люди, звери, птицы, что хотите. Но у нас счастливая ситуация, это конечный набор. Конечный набор элементов, все вместе, это множество элементарных исходов. Значит, есть эксперимент, в его результате появляется элементарный исход. Вы бросаете монетку, у вас появляется омега или пешка, 0 или 1. Вы бросаете инфраильный кубик, у вас появляется 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Это очки, которые выпадают, в зависимости от той, на какой краник упал кубик. И так далее. Значит, мы выбираем из этой аудитории случайного человека, это, так сказать, его номер, там, его имя. Это не очень важно. Значит, есть конечное множество, которое мы воспринимаем как результат эксперимента. Единственное, что мы всегда ощущаем и всегда предполагаем, это что этот эксперимент можно повторять многократно, воспроизводя его без всяких изменений. Значит, исходы мы обычно объединяем в события. Это просто подможество. Амега, то есть любые наборы. Например, меня интересует не то, что выпало одно очко, да, единичка, а меня интересует то, что выпало, например, нечетное число. То есть 1, 2, 3, 5. То есть, это набор каких-то исходов. Ну и, наконец, финаловая схема, и нам этого будет в волне достаточно, на сегодняшней лекции. Каждому вот это событие, каждому событию приписывается число, которое обозначается P от А и называется вероятностью. Вот P от А, что мы про него знаем? Мы знаем, что это число от нуля до единицы. мы договариваемся, что всему Амега, то есть тому, что произошло хоть что-то, мы приписываем единичку. И, наконец, последнее правило, может быть не столь очевидное, но тоже должно быть, в принципе, понятно, что если два события не пересекаются, просто эта запись означает, что они не пересекаются, то вероятность их объединения это сумма вероятности. Это называется правило суммы. Чтобы это стало немножко понятнее, может быть, вот нас будет интересовать следующая очень конкретная ситуация. Значит, если мы... Значит, как мы воспринимаем эти числа, эти вероятности? Мы их воспринимаем, ну, как вот возможность, да? То есть чем больше это число, тем для нас вероятнее, тем чаще при повторении эксперимента будет появляться данное событие, да? Чем меньше, чем ближе к нулю это число, тем реже язм, да? То есть получается, что у нас это в некотором смысле частота появления. То есть если мы многокартно повторяем эксперимент, то это частота появления данного события. Как можно задать вероятность? Какой есть способ определить вероятность? Ну, чисто алгебраически. Можно сделать следующее. Давайте каждому исходу мы сопоставим число неотрицательное. Так что сумма этих чисел дайте я напишу на скорость. То есть P1, то есть так далее, то есть P1, это единичка. Ну, например, вы считаете, что у вас монетка не очень правильная, и вы думаете, что вот орел все-таки бывает примерно в 1,3 в случае, а орешка бывает, ну, наоборот, бывает в 2,3. Как вы это выражаете математически? Ну, просто говорите, что у меня есть два исхода. Орел и орешка. У этого исхода вероятность, вот это число ПК, 1,3, этого, 3,3. Вот у вас P1, вот P0. Как будет задаваться сама вероятность? Если я хочу узнать вероятность событий, мне просто надо взять сумму пк по всем омега-к, которые принадлежат А. То есть из А. То есть просто сложить вероятности всех исходов, которые входят в события А. Значит, очень часто разумно думать, что исходы равновозможны. Математически это просто означает, что мы рассматриваем модель, когда все ПК-ты равны и равны, соответственно, 1 делить на n, где n это получается просто количество элементов в амегу. В этом случае, когда мы вычисляем вероятность события А, что получается? Получается, что мы складываем одно и то же число сколько раз. Сколько элементов у меня в событии А. То есть получается, что вероятность будет вычисляться так. Число элементов А разделить на число всех исходов. Ну и из такого теоретического введения последнее замечание такое. Не всегда можно считать, что исходы равновозможны. Значит, ну я уже говорил, что не всегда монетку можно считать правильной. Но спрашивается, ну вот как себе это прям почувствовать? Ну вот давайте возьмем кубик. покрасим его граней, но покрасим так. Значит, а кстати сказать, сколько граней у них? Шесть. Шесть. Значит, ну давайте мы покрасим так. Три из них будут белыми, две будут красными, и одна будет синий. Тогда, когда вы бросаете кубик, то выпадает цвет. И в этом смысле пространство омега, естественно, считает, что это просто три цвета. Белый, красный и синий. С точки зрения математики, совершенно ничего страшного нет предписать каждому из них вероятность 1-3, 1-3, 1-3. Но с точки зрения здравого смысла, вы понимаете, что это, наверное, не очень хорошо, да? Какой цвет будет выпадать чаще? Белый, естественно, правда? Значит, ну спрашивается, а как тогда устроить правильный расклад по вероятности? Надо считать, что равна возможность здесь не цвета, а что? А грани. Вот грани выпадают разно равную возможность. У них вероятность 1-6. А вот цвета уже выпадают не равной вероятности. Да? А мы понимаем, что белый будет выпадать с вероятностью 3-6, красный с вероятностью, 3-6 и синий с вероятностью 1-6. Нельзя сказать, что с точки зрения математики это правильнее, чем это. То есть математика здесь все равно совершенно. Потому что она начинается с того момента, как вы записали вот эти числа. Да? А вот с точки зрения практики это, конечно, важно. Потому что то, что вы дальше собираетесь изучать про эту штуку, про эту модель, оно вы больше собираетесь куда-то применять. Вот. Но и вот некоторые задачи, которые мы сегодня обсуждали, надо будет осознавать, что здесь равновозможный исход, а что нет. На этом вот такое общее теоретическое введение закончено. Смотрите, значит, как выглядит любая вероятностная задача. Она выглядит так. У вас есть эксперимент, и вы должны четко понимать, какие у него исходы. Этим исходом приписаны числа от нуля до единицы. С одним единственным условием, что сумма этих чисел единичек. Какой смысл у этих чисел? Сколь часто бывают те или иные исходы эксперимента? Ну и как мы считаем вероятность? Мы складываем числа, соответствующие исходам из данного события. Вот вся схема. Ну, в общем, есть особо понимание. Вот теперь давайте поправеем. Значит, вот знаете, люди бывают разные, кто-то вот ближе к теории вероятностей, кто-то ближе к такой науке математической статистики называется. Она изучает, как распределены большие числа, например, разные задачи. Вот. Бывают просто обычные люди. Вот можно сейчас проверить, к кому вы относитесь. Теперь это более-менее понятно. Вы узнали, что такое вероятность. Значит, смотрите, вы пришли в казино. И заиграем за рулетку, например, и собираетесь сыграть. Ну и давайте у нас рулетка будет очень простая. Она будет только из красного и черного. Не важно, на какой номер именно упадет. Что там шаек такой катается, да? Значит, не важно, на какую именно позицию. Важно, на черную или на красную. Понятно, да? И вот вы уже сидите и думаете, на что вы поставите свои деньги? Значит, на красную или на черную. Тут к вам подбегает человек и говорит, слушай, я здесь уже весь день. И до вас сто раз выпадало красное. Понятно, да? Этот человек не врет. Он там действительно такой странненький местный человек. Он вот всегда говорит правду. Ну вот, так сказать, терпят. Его почему-то в казино обычно выгоняют. На что будете ставить? На красную или на черную? До вас, вам честно сказали, что сто раз выпадало красная. Все равно. Все равно. Так, давайте мы, кстати, коллекционируем ваши ответы. Выходил с СО, давайте коллекционировать ваши ответы. СО, давайте коллекционируем ваши ответы. Значит, не имеет значения. Здесь написано красное. Здесь написано ничего. Итак, вы считаете, что на красную не имеет значения. Так, еще какие варианты, может быть? Кто еще как думает? Вот как вы просто прикиньте, вот вы бы что сделали в этой ситуации? Вот у меня знакомый специалист по теоретности, он устраивает себе раз в год такой праздник. Так, он ездит, значит, играет в военном казино, но поставил себе план, что он играет, значит, не больше, чем на 50 евро. Вот, значит, тот не больше людей ездил евро. А в лихие годы, 90-е, когда жизнь была очень трудна, у профессоров был, в общем, небольшой выгод. Они либо должны были совсем уехать, либо пойти на рынок торговать, вот здесь, Аэдмос университетом, значит, Аэдмос Медового университета, либо некоторые, кто разбирался в теории вероятностей, ездили и зарабатывали деньги. Играя в казино. И я даже одного такого профессора знаю, он уже такой весьма пожилой, а в 90-е он ездил по казино, значит, европейским, и доездился до того, что его стали выгонять. Из казино. Значит, но это его не остановило, он запирался все севернее, севернее. И знаете, что его действительно остановило? Как вы думаете, что его действительно остановило в игре? Ну, это были такие странные годы, и там был период, когда даже с компьютером разрешалось заходить. И он, собственно, используя свои знания, пытался там как-то грамотно играть, чтобы в сумме оставаться в играх. Как вы думаете, что его остановило? Российская краница. Да нет. Гратора. Да нет. Ну, нет, нет, это, конечно, слышите, но вот, знаете, в начале 20-го века был такой замечательный математик Цельмел. Вот кто, может быть, слышал, кто его множество, он там много чего сделал, вот он доказывал, если я правильно помню, то он доказывал, почему нельзя достигнуть Северного полюса. Ну, вы знаете, что на Северном полюсе уже все-таки кратно были и бывают, но, тем не менее, в начале 20-го века еще никто не был, и он доказывал, почему нельзя. Кажется, в начале 20-го века еще не были. Как бы я его ни наврал. Ну, неважно, вот тот момент, когда там были, он доказывал, почему нельзя. Потому что количество виски, которое нужно, чтобы достигнуть той или иной широты, пропорционально тангенсу этой широты. Значит, ну, вот кто проходил в школе, что такое тангенсу, это наклон. Что происходит с наклоном, когда вы забираетесь на Северный полюс? Это вот наклон к экватору, фактически. Как что происходит? Она становится бесконечно большим. Ну, и, соответственно, потребуется бесконечное количество виски, а такого не бывает, поэтому на Северный полюс добраться нельзя. Правда? Вот, но потом добрались, ну, и вывод такой виски, это не единственный способ добраться. в Северный полюс. Поэтому нет, его остановил, так сказать, не температуру его остановили. Он проиграл просто очень сильно. Вот что его отрезвило. Вот. Это, кстати, мудрая вещь, что в этих вещах не стоит забывать, что проигрыш может перечеркнуть все ваши предыдущие выигрыши. Вот. Вот представьте, что вот вы решили, послушали лекцию по вероятности, решили прийти и сыграть в казино. И вот тут такая вот штука странная. Банквайд Талас сто раз выиграл красный. Как бы вы поступили? На красное, потому что, скорее всего, ее заело. И она просто всегда дает красное. Хорошо. Это очень разумно. Значит, и так, ну, понятно, что останется еще ответ черное. Ну и, значит, смотрите, как эти ответы. Это я не сам пойду в байку, я ее подсмотрел от моей лекции тоже про вероятность и статистику. Значит, смотрите, какое распределение по людям получать. Значит, те, кто говорят, что не имеет значения или ставят на то, что им нравится, это люди, которые призваны заниматься теорией вероятности. Потому что они знают, что эти эксперименты никак не влияют, никакая предыдущая история в этом эксперименте никак не должна влиять на дальнейшее. Это просто как бросание монетки. Монетка может, вы бросаете монетку, она может падать сто раз на орла, да, и это никак не противоречит тому, что она в следующий раз упадет на что хочет. То есть, вот такой вероятностный взгляд на вещи. А вот те, кто ставит на красное или вообще отказываются играть? Значит, ну, смотрите, те, кто ставит на красное или отказываются играть, это специалисты по математической статистике. В чем их работа состоит? Они получили информацию, наблюдение, что сто раз эта рулетка почему-то выдавала красное. В принципе, эти наблюдения не означают сто процентов, что рулетку заела. И не означают, что так, ну, так могло случиться, правильно? Теоретически, но что неправильно бывает, вот я помню, выставлял как-то, когда работал в школе, оценку с помощью бросания монетки. Сначала выбирал большая или маленькая, а потом выбирал четная и нечетная. Ну, сначала четная и нечетная, потом большая и маленькая. В принципе, там 1 четвертая вероятность стоим на оценке. Ну, единицы мы не ставим, да, двойки или пятерки. Так вот, как вы думаете, мы бросали 5 раз, несчастный школьник каждый раз получал 2. В принципе, ну, вы даже монетку меняли. То есть, понимаете, да, в принципе, нет ничего плохого в том, что выпало много раз одно и то же. Монета как была правильная, так и осталась. Но есть что? Есть более правдоподобные версии и менее правдоподобные. Если монетка сто раз падала на орла, то вы гораздо больше поверите в то, что она какая-то неправильная, несимметричная, чем в то, что эта монетка гайка и падает за одной второй. Поэтому, ну, вот, те, кто задумывались и хотят исследовать ситуацию, да, для которых это значимая информация, это вот люди, изучающие такие явления, вот люди, специалисты по математической статистике. Но есть и те, кто познает о чем. Это люди, которые склонны к справедливости. Они считают, что если сто раз выпадало на красный, ну, что же это за безобразие? Такая вот история. Теперь давайте мы с вами попробуем помешать просто разные задачи.